МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выдали обмундирование. Из Ярославля в зону СВО отправились добровольцы. Судебные приставы опечатали грязное производство. Жители Липовой вздохнули полной грудью. Глава Ленинского и Кировского районов Ярославля подал в отставку. Кто возглавит район? На сеанс коллективной памяти Ярославский музей-фабрика вошел в топ-локации для промышленного туризма. На вороны чаек власти хотят объявить охоту. Чем провинились пернатые? Не драка, а спорт. В Ярославле начались всероссийские соревнования по кикбоксингу. Новая большая группа добровольцев отправилась в зону СВО из Ярославской области. Сначала наши контрактники пройдут обучение в одном из центров боевого слаживания. Перед отправкой добровольцы получили от региона обмундирование и оформили заявление на единовременную выплату. Теперь для тех, кто заключает контракт в Ярославской области, она составляет 405 тысяч рублей. Рассказ одного из добровольцев о принятии решения выложил в своей ленте в соцсетях губернатор области Михаил Евраев. Сегодня в Ярославле судебные приставы вместе с представителями природоохранной прокуратуры нагрянули на предприятия по производству древесного угля. Жители Липовой горы давно жаловались на запах гари. Накануне к решению проблемы подключился мэр Ярославля Артем Молчанов. Съемочная группа городского телеканала побывала на месте событий. Слово Владиславу Старожуку. Рабочие не успели опомниться, как оказались в окружении людей в форме. Открытое удостоверение сразу поменяло выражение закопченных лиц сотрудников не самого экологичного предприятия. Видимо, никто не ожидал встретить такую делегацию. Здравствуйте, молодые люди. Служба судебных приставов. Чем вы здесь занимаетесь? С территории предприятия в район Липовой горы ветер гонит густые клубы едкого дыма. В семи томильных печах жгли березовые черенки. Готовый уголь для топки мангала потом рассыпали в бумажные мешки и отправляли на продажу. Нужно прекратить делать уголь прямо сейчас до приезда директора. Каким образом печи перекрываются? Давайте заглушим. На вторую транспортную улицу неоднократно выезжали специалисты Роспотребнадзора и Центра охраны окружающей среды. Делали замеры, выявляли нарушения. Но все оставалось на уровне предписаний, пока природоохранная прокуратура не провела собственную проверку. В ходе проверки были взяты замеры атмосферного воздуха на источниках выбросов, то есть непосредственно на трубах, и были выявлены превышения концентрации загрязняющих веществ. Накануне на встрече с жителями к решению проблемы подключился мэр Ярославля. На этой встрече, да и, собственно говоря, в последнее время, это вопрос запахов, которые там чувствуют жители, и, в общем-то, на регулярной основе, и жалобы пишут, и обращения. Мы с жителями обсудили, что должны быть более активные действия, и даже когда будут идти судебные разбирательства, должны приниматься меры оперативно. После поступления судебного решения приставы сразу же выехали опечатать томильные печи для производства угля. В случае, если в дальнейшем будет установлено, что печи возобновили свою деятельность, физические лица будут привлечены к административной ответственности и в дальнейшем к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ. Огонь в печах погашен, работа остановлена. Теперь у всех желающих снова вернуться к производству древесного угля могут возникнуть большие проблемы с законом. Владислав Старожук, Василий Мосин, Новости города. Отмечу о существующей проблеме. Властям Ярославля горожане жаловались неоднократно. В том числе во время вчерашней встречи Артема Молчанова с жителями Фрунзенского района. Предприятия, загрязняющие воздух, вот уже много лет являются головной болью местных. Одно пропаривает цистерны с нефтепродуктами, другое обжигает уголь. Жители дышат выбросами этих производств. Вечером просто невозможно дышать. Мы хотим с этим вопросом выйти на уровень города и, может, губернатора, потому что хотим в своем районе жить и спокойно дышать. Но мы все время здесь, всю жизнь здесь прожили. Асматики у нас задыхаются. Несколько вызов скорой за ночь. Происходит загрязнение ночью, выбросы происходят ночью. На место неоднократно выезжали специалисты Роспотребнадзора, Центра охраны окружающей среды. Делали замеры, выявляли нарушения, но все осталось на уровне предписаний. Проблеме подключился и мэр Ярославля Артем Молчанов. Давайте вместе. Вместе. Кто как. В следующий раз соберемся, приедем сюда и скажем, кто что сделал. Я возьму пачку бумаг, которую я написал. И будем закрывать. Говорили о расселении ветхого жилья, горячем водоснабжении и отоплении. Сегодня мэр Артем Молчанов провел личный прием граждан. Каждое обращение подробно разбиралось. Помогали заместители и главы районных администраций. Один из вопросов задала жительница аварийного дома Любовь Анкидинова. Само здание построено в начале 20 века. Ремонта не было давно. Стены обветшали, а коммуникации устарели. Долгие годы собственники стоят в очереди, но заветных квадратных метров так и не получили. Городоначальник заверил, что уже к 2024 году можно будет переехать в новый дом или получить компенсацию от государства. У нас есть сегодня мероприятие по строительству новых домов. В прошлом году мы сдали дом на Труфаново. Туда переселили большое количество семей. В этом году мы начнем строить, уже запроектировали два дома на улице Колышкино. В следующем году как раз их сдаем. Будем туда переселять жителей и семьи из аварийных домов. Ну и, конечно, продолжаем работу по выплате компенсации. Также Ярославцев беспокоило благоустройство придомовых территорий. Обсуждение некоторых вопросов проходило довольно напряженно, потому что долго не решались, но старались вместе найти компромиссное решение. Вопросом именно по расселению я довольна, потому что все-таки Артем Владимирович подтвердил, что все-таки нас будут расселять до 2024 года. В программе мы не останемся, то есть нас в новую программу не перенесут. Этим вопросом я довольна. Ухожу, но в сердце оставлю память обо всех вас. Такими словами покинул свой пост глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин. Сегодня его последний день в этой должности, в которой он проработал пять лет. Глава проводил активную работу с населением обоих районов. Сегодня в интервью городскому телеканалу он поблагодарил всех тех, с кем работал на протяжении этого времени. Жителям мне хочется сказать большое спасибо за доверие, за ту помощь, которую мне оказывали. Я со многими подружился. Несмотря на то, что жители Кировского и Ленинского районов между собой как-то отличаются, они остаются теми добрыми людьми, которые у меня останутся всегда в сердце. О новом месте работы Александра Трудоношина не сообщается, но известно, что он собрался работать и дальше, на благо родного края. Исполнять обязанности главы администрации Кировского и Ленинского районов станет его первый заместитель Алексей Соков. Мэр Артем Молчанов поблагодарил Александра Трудоношина за плодотворную работу. Александр Васильевич зарекомендовал себя как отличный специалист, грамотный управленец и просто душевный человек. Считаю, жителям Кировского и Ленинского районов повезло, что на протяжении последних пяти лет руководил администрацией именно он. Желаю Александру Васильевичу успешной службы на новом месте, куда он отправляется по зову сердца. Юбилейный парк сегодня проверила комиссия мэрии Ярославля и общественников. Территория благоустраивается в рамках национального проекта формирования современной городской среды. Подрядная организация уже полностью выполнила устройство новых тротуаров. Объект должен быть сдан 30 июня. Но очевидно, что работы затянутся и приемка состоится несколько позже. По ходу возникли непредвиденные сложности. Сейчас с подрядчиком решаем вопрос текущий. Есть проблемы, связанные с прокладкой электросетей, так как идет наложение на сети других собственников. Поэтому на месте эти вопросы оперативно решаем. И, в принципе, планируем, что в июне месяце, начало июля, подрядчик завершит работы все в целом и объект будет сдан. В лесках завершения работы с габионами – это каменный забор, помещенный в сетчатый короб. Сейчас уже отсыпаны грунтом газоны, они будут засеяны декоративной травой. И остались еще работы по оформлению входных групп. Возникло в процессе работ несколько сложных моментов, которые нужно решить. В части тут немножко надо будет корректировать проект, в части уточнять сметы нужно будет, потому что сетевые организации тут задействованы, некоторые получились пересечения по сетям. Сейчас вот решаем как раз этот вопрос. В Ярославле состоялась ярмарка вакансии в рамках всероссийского проекта «Работа в России. Время возможностей». Мэрия областного центра провела дискуссию среди работодателей, соискателей вакансий, студентов и представителей высшей школы. Основная цель проекта – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. Марина Смарагдова побывала там, где ярославцы искали места, достойные приложения сил. Представить работу предприятия максимально ярко и эффектно. Этого стремились достичь все работодатели. Мы ищем специалистов на наше предприятие с самого широкого профиля, начиная от рабочих специальностей, таких как слесарь, и заканчивая высокопрофессиональными специалистами. На ярмарке своей вакансии представили 50 крупнейших предприятий города. У представителей конституционных пунктов центра занятости можно узнать всю базу данных. Это 18 тысяч рабочих мест. Здесь есть большое количество различных профессий, совершенно разной направленности, что говорит о том, что можно много чего интересного выбрать для себя. Общеизвестно, что Ярославль – город развитой химической промышленности. На ярмарке соискатели узнали о новых предприятиях и возможностях трудоустройства. На рынке мы уже существуем 6 лет. Предприятие наше молодое, достаточно динамично развивается. Нам очень много требуется специалистов контроля химического анализа, лаборантов, колористов. Поэтому сегодня здесь присутствуем. Соискателям рассказали, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии. Проинформировали о поддержке государства при трудоустройстве или переезде в другой регион. Сегодня по инициативе мэрии Ярославля состоялась дискуссионная панель, в которой приняли участие и представители высшей школы, и выпускники, и производственники. Им предстояло, что называется, сверить часы, найти застарелые проблемы и свежее решение. Есть предприятия, которые сегодня разместили на нашей городской площадке более 2000 вакансий. У нас сегодня в Ярославле есть дефицит кадров, квалифицированных кадров. Мы снизили процент безработицы. Вот по последнему году он составил примерно 0,5%. Это означает, что ребята, которые заканчивают учебное заведение, востребованы. Перед аудиторией выступили молодые специалисты в секции «Я работаю, мне нравится». Мне очень бы хотелось, чтобы директора школ, завучи школ, выпускники, старшекурсники технического университета услышали наших молодых специалистов и ответили для себя на вопрос, возможно, и им есть смысл остаться в Ярославле, остаться инженерами, потому что город очень ждет инженеров. Профориентацию начинать никогда не рано. Диме три с половиной года, но мама уже привела его на ярмарку, где и ребенку нашлось дело. Более того, даже собака сегодня пыталась устроиться на работу. Нелегально проникла в помещение. Сейчас практически во всех отраслях нужны люди, и особенно мы промышленный регион, у нас огромное количество промышленных предприятий, и вот на промышленных предприятиях как раз сегодня очень нужны люди, это технические специалисты. Ярмарка стала местом живого общения. Сегодня было подписано соглашение с фабрикой «Красный перекоп». Она станет первой площадкой нового проекта «Билет в будущее». Это национальный проект образования, инициирован президентом, потому что действительно, дать возможность молодым людям не просто услышать, а прийти на предприятие и увидеть. Подобные ярмарки сегодня прошли по всей стране. По количеству посетивших можно сказать, что это востребованный и своевременный проект. Марина Смарагдова, Игорь Мосин, Новости города. Следственный комитет поставил точку в деле гибели подростка и его матери, на которых напал бык. Уголовное дело, возбужденное следователями по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» в ближайшее время будет закрыто. Трагический инцидент произошел в деревне Грезное Никаузского района. Разъяренное животное сначала нанесло смертельные травмы 15-летнему мальчику, который пас стадо. Мать подростка, женщина 44 лет, не дождалась сына к обеду, пошла посмотреть, что произошло и тоже была забита быком. Тела обоих погибших были найдены старшим сыном женщины вечером того же дня. Следователи установили, что виновником их смерти стал именно трехлетний бык. На его рогах обнаружены следы крови. Животное пришлось застрелить. Ярославля вновь в ДТП с участием городского транспорта. Сегодня на Ленинградском проспекте автобус влетел в троллейбус. Кадры с места происшествия опубликованы в соцсетях. Оба получили механические повреждения. Пассажиры и водители не пострадали. В тот же день водитель автобуса номер 76 промчался на красный сигнал светофора на повороте с Багаевленской площади на улицу Первомайскую. Момент нарушения правил дорожного движения попал на видеорегистратора. На этот раз все закончилось без происшествий. Другим темам оценили политическую реформу и введение новых административных штрафов. Ярославской областной думе подводят итоги работы народных избранников седьмого созыва. За последние пять лет комитетом по депутатской деятельности, правопорядку и информационной политике было принято 63 законопроекта. Так, например, установлена административная ответственность за нарушение правил благоустройства, требования к очистке снега, наледи и ледяных образований на фасадах зданий. Принят законопроект, обеспечивающий право граждан на дневной отдых. Нарушителей покоя в будние дни с 13 до 15 теперь ждет штраф. Согласно новым законам, собственники должны самостоятельно бороться с борщевиком на своих участках за невыполнение требований, административное наказание. Кроме того, за период деятельности комитета увеличены размер штрафа за размещение наружной рекламы в неположенном месте. Изменения коснулись и политического устройства областной думы. Меняется система. Раньше было 50 на 50. 50 – это одномандатная округа, 50 – это политические партии. Сейчас меняется 75 на 25. То есть больше дается возможности проголосовать не за партию, а за человека, а за его дела. В Ярославле продолжается губернаторский проект «Шаг к здоровью». Он показал свою эффективность еще в прошлом году. За несколько летних месяцев в нем приняли участие более 12 тысяч жителей региона. Пункты приема пациентов в заметных палатках работают во всех районах города. Преимущества нет очередей, в поликлинику идти не надо, исследования делают оперативно. Тут же можно получить результаты консультацию о состоянии здоровья. За день врачи принимают около 60 человек. Основная задача – выявить хронические заболевания на ранних стадиях. Мобильные медицинские пункты будут работать по 4-5 часов по вторникам, средам и четвергам во всех районах города. Более 400 ветеранов Великой Отечественной войны смогут получить государственную поддержку. Для этого из областного бюджета выделено порядка 16 миллионов рублей или 37 тысяч на каждого. Стать участником программы могут ветераны Великой Отечественной, инвалиды и члены их семей, а также труженики тыла. На выделенные средства можно сделать ремонт, заменить окна или обновить газовое оборудование. В этом году 60 заявлений уже были реализованы. Для того, чтобы стать участником, требуется всего лишь обратиться в свою районную администрацию, то есть по месту жительства, в каком районе гражданин прописан, обратиться с заявлением. И по этому заявлению приложить нужно еще свое удостоверение, копию документа. Скульптор Елена Пасхина завершила работу над бронзовым памятником Дети войны. Городской телеканал запечатлел композицию в самом начале. Готовый монумент в Ярославль не вернется, его установят в Рыбинске, на Аллее Славы, в границах воинского мемориала. Средства на скульптуру собирали жители Ярославской области и Рыбинска. Откроют памятник 7 августа, в день города Рыбинска. Ярославский музей-фабрика вошел в топ российских локаций для промышленного туризма. Это одновременно музей, мастерская и театр. Он был открыт авторами проекта «Текстиль» на территории действующего комбината технических тканей «Красный перекоп». В бывшие столовые комбината, где еще раньше располагались паровые машины, проходят сеансы коллективной памяти. Мануфактура, можно сказать, родоначальница российской полотняной промышленности и сегодня не потеряла былого величия, но утратила большую часть потенциала. Производство сократилось в разы. Монументальная история предприятия, бесперебойно работающего с петровских времен, в этом проекте обретает теплые человеческие интонации. Тем временем, экопарк, расположенный в Угольском районе, включен в топ-25 мест в России для отдыха на природе. Рейтинг составлен крупным российским онлайн-сервисом для организации путешествий. В экопарке можно покататься на байдарках и саббордах, побывать на пасеке и экоферме, где есть козы, овцы, кролики, лошади, птицы и мини-пиги. Здесь можно и переночевать, а также остаться на несколько дней в глэмпинге. В топ-25 также вошли экопарки в Калининградской, Мурманской, Тверской областях, на озере Байкал и другие уникальные объекты. Ярославской области могут разрешить отстрел серых ворон и сизых чаек. Соответствующий законопроект внес в областную дому губернатор области Михаил Евраев. Тем самым предполагается отнести этих птиц к охотничьим ресурсам. Отстрел будет осуществляться с помощью спортивной и любительской охоты. Это снизит популяцию ворон и чаек и даст ученым биологический материал для лабораторного исследования. Чайки и вороны часто являются распространителями птичьего гриппа, являются хищниками для других видов птиц и наносят значительный урон поголовью водоплавающей, болотно-луговой и боровой дичи. Они поедают яйца и птенцов охотничьих птиц, отмечается в пояснительной записке к проекту закона. Коммунальщики тоже точат зуб на этих городских пернатах, так как они расклевывают мусор на контейнерных площадках, наводя беспорядок в округе. Кому будет предоставлено право отстрела ворон и чаек и в каких местах, определит облдума. Законопроект рассмотрят во вторник на заседании регионального парламента. Сегодня в областном центре стартовали всероссийские соревнования по кикбоксингу. Турнир посвящен памяти военнослужащих, погибших в специальной военной операции. В Ярославле собралось почти 600 бойцов из 27 регионов страны. Медали будут разыгрываться в четырех возрастных группах. Наша съемочная группа побывала на открытии. Традиционно перед началом турнира торжественное открытие. Парад спортсменов и гимны Российской Федерации. После кикбоксеры разошлись по залу спортивного комплекса Вознесенский, чтобы размяться. В первой схватке Ярославец. Эмоции очень невероятные, потому что я первый раз выступал по кикбоксингу. Было тяжело привыкать, но ко второму раунду я уже почувствовал, что нужно чувствовать себя как дома и дрался до конца. Артем Исмаилов не оговорился. У него действительно первое выступление в этом виде спорта. Из-за того, что летом не проходит соревнования по кудо, чтобы не терять сноровку, Артем решил выйти на ринг. Как итог, победа единогласным решением судей. Здесь добиваются успеха не только наши земляки, но и спортсмены из других регионов. Дальше как пойдет, я готовлюсь только на победу. На ринге все российские соревнования выступают спортсмены в четырех дисциплинах. Лайтконтакт, Пойнтфайтинг, К1 и Фуллконтакт. На татами их две. Лайтконтакт и Пойнтфайтинг. Правила немножко отличаются. Понятно, что ринговые дисциплины и татами. Но в целом цель спортсменов достигается за счет того, что или набирают количество баллов более больше, или выиграют ввиду явного преимущества, ну или победа одерживают нокаутом. Здесь бойцы могут выполнить звание мастера спорта. А итоги турнира станут известны уже в это воскресенье. Владислав Старожук, Денис Кауров, Новости города. В Ярославле подвели итоги состязаний по легкой атлетике. Всероссийские соревнования будущие чемпионы России прошли на стадионе «Шинник». По результатам турнира спортсмены нашей области вновь доказали свое мастерство в личном зачете, завоевав 35 наград, среди которых 13 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых медалей. В эстафетах 4х400 и 4х200 метров атлеты заняли вторые и третьи места. В стартах участвовали сильнейшие представители 20 регионов страны. Это более 700 девушек и юношей до 16 лет. В течение двух дней спортсмены боролись за медали в различных дисциплинах легкой атлетики. Бег на различные дистанции, бег с барьерами и с препятствиями, прыжки в длину и высоту, прыжки с шестом и метание ядра. Знаменитому полету в космос Валентина Терешкова в Ярославской области на минувшей неделе отметили юбилей. Ну а сама история творилась в далеком 63-м. Два дня, 22 часа и 50 минут. Герою Советского Союза принадлежит достижение, которое невозможно ни повторить, ни превзойти. Терешкова остается не только первой, единственной совершившей одиночный полет. Основные торжества в Ярославле прошли, а сегодня, вспоминая этот человеческий подвиг, мы продолжаем специальную рубрику «Позывной Чайка». В ней я Терешкова и не только. После легендарного полета Терешковой 16 июня 1963-го ее космический позывной «Чайка» стал одним из самых популярных брендов Ярославской области. В честь прославленной землячки названы бывший пионерский, а ныне детский лагерь летнего отдыха, часовой завод в Угличе, детско-юношеский центр, пригородный поезд «Экспресс», Ярославль-Рыбинск и множество других объектов. История такова. Перед парным полетом кораблей «Восток-5» и «Восток-6» Валерий Быковский получил позывной «Ястреб». Для первой в мире женщины-космонавта нужен был свой птичий радиопсевдоним. Юрий Гагарин предложил «Чайку». По другой версии, первоначальным позывным у Терешковой было слово из шести букв – «Береза». Связь тогда осуществлялась только азбукой Морзе, где каждый знак на вес золота. Вот Сергей Королев и предложил более короткое и емкое «Чайка». Попал, как говорится, в яблочко. Родной для Терешковой Ярославль стоит на Волге. Бытует легенда, что после возвращения на землю героя СССР и знаменитой фразы Королева «Бабам в космосе не место» Программа подготовки женщин-космонавтов к полетам на окулоземную орбиту закончилась. Но это не так. Николай Каманин в своих книгах рассказал, как в апреле 65-го, спустя пару недель после выхода Алексея Леонова в открытый космос, он предложил Королеву продолжить то же самое с женским экипажем. Выход женщин из космического корабля с более широкой программой исследований вызовет во всем мире не менее широкий отклик, писал автор. Полет планировался на 66-й год, но умер Королев. А высшее начальство, видимо, посчитало такой проект несвоевременным. К нему вернулись только спустя 20 лет. Всего два года не дожил генерал Каманин до старта корабля «Союз Т-12», на котором совершила полет Светлана Савицкая. Вторая после Валентины Терешковой женщина-космонавт и первая, вышедшая в открытый космос. Она шла по уже изведанному пути, проложенному Ярославской чайкой. О погоде теперь. На Камчатке извергается вулкан, Ключевская сопка. Пока угрозы населению и авиации нет. В Омске из-за шквалистого ветра были закрыты городские дендрарии, но непогода уходит. Приморью обещают двухнедельные тропики. Жару до 30 градусов будут сопровождать ливни. Ближе к нам в Санкт-Петербурге точечно прошел дождь с градом. А что ждать выходные у нас в Ярославле, расскажет Ольга Муравьева. О погоде на субботу расскажу я, Ольга Муравьева. Здравствуйте. На протяжении всего дня будет облачно, а ночью пройдет сильный дождь. С утра он продолжится, но уже ослабнет. Подробности далее. Скидки на квартиры до 70 тысяч рублей участникам СВО и их семьям. Подробности по телефону 28 88 00. Ночью в субботу в Ярославле облачно, дождь, температура 11 градусов. Ветер восточный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 750 миллиметров штутного столба. Днем в субботу в Ярославле переменная облачно, с временами будет идти дождь. Температура 19 градусов. Ветер восточный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 751 миллиметров штутного столба. Чистота – это комплексный подход в уборке вашего помещения. Мытье окон, химчистка мебели, ковров, матрасов. Ярославный клининг. Чистота – залог вашего успеха и престижа. Телефон 33 81 91. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи на городском телеканале. Через мгновение в эфире художественный фильм «Итальянские каникулы». Три семьи по ошибке туристического агентства снимают один и тот же дом. Долгожданный отпуск превращается в настоящий квест. Наши новости доступны на сайте gtk.tv, в телеграм-канале, официальном паблике во Вконтакте и на видеоплатформе YouTube. Сообщайте новости в редакцию по телефонам 72 11 70 72 11 80. В студии работала Наталья Пионова. Хороших выходных. До встречи в эфире.